55 лет исполнилось митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию. Как Господь вел его к архипастерскому служению? В чем его сложности и радости? Об этом в сюжете наших коллег с телестудии «Дон Православный». Для чего рождается человек? Для чего он живет? Что определяет его жизнь? Некоторые отвечают на этот вопрос для себя лично. Но есть люди, путь которых служение и помощь найти самое главное – смысл человеческой жизни не только для себя, но и для десятков и сотен. И за каждого держать ответ, и суметь каждому стать отцом, пастырем. Кто оценит и взвесит, по-настоящему поймет, и первые переживания и радость от того, что выбрав Бога, и отказавшись от мира, теряет многое, но приобретает незоизмеримо большее. Наверное, только тот, кто рядом всегда, кто и есть истина и любовь. Монах не выбирает себе имя. Это первое свидетельство того, что он отрекается от этого мира. Он пресекает свою собственную волю. И вот постриг совершается. Для меня это какая-то, знаете, формальность такая была, потому что внутреннее решение было принято. И вот он берет ножницы и говорит, брат наш, Меркурий, волосы головы своей постригает. И я помню очень хорошо это первое чувство. Я думал, я сейчас развернусь и убегу. Потому что, ну что же, с таким позором-то выйти. Это был конец, как, 80-х годов. А потом подумал, нет, ну, значит, такая воля Божия. И все же все начинается с детства. С первых впечатлений, первых молитв и доверия. Доверия Богу. И вот колокольный звон, владыка проходит. И все, конечно, пытаются к владыке подойти под благословение. А я маленький мальчик, стою, меня затерли. Я где-то там во втором, в третьем году. Может быть, я и не рассчитывал на это благословение. И вот вдруг этот маститый человек, к которому все идут за благословением, вдруг поворачивается, возвращается назад, благословляет меня, кладет мне руку на голову и говорит, этот наш, он с нами, погладил меня. Я помню эту руку, такую очень добрую. В жизни всегда есть примеры тех, за кем мы идем. А в духовной жизни есть еще и их молитвы. Не бойтесь ничего. Кроме Господа Иисуса Христа и Его немилости и отсутствия любви, нам нечего бояться на этой жизни. Все в этой жизни скоро приходят живы. Мы на своем веку видим, как перед нашими глазами проходят десятки, а то и более людей, которые считают, что они пришли для того, чтобы править миром и хозяйством. Но вспоминают слово, снова отца Иоанна Христианкина, который говорил нам, и слово – это истина и вечно. Этим миром правит Бог, и никто другой. Любящее сердце умеет понять ребенка и взрослого, словно стать частью большой семьи, не имея своих детей. И улыбка. Иногда она лучше любых слов говорит о душе человека.